Сергей Пенкин вновь покорил Щелкова. Обладатель уникального голоса с диапазоном в четыре октавы занесен в книгу рекордов Гиннесса. Советский и российский певец, музыкант, композитор, доцент кафедры эстрадно-джазового искусства, факультета музыкального искусства Института изящных искусств. Серебряный принц российской эстрады и очень душевный человек. Его концерт в Центральном дворце культуры – настоящее шоу, где прекрасный голос сочетался с общением со зрителями. Сам артист называет свои концерты «Пенкинская пятница». «Пенкинская пятница – это, понимаете, выходные, можно ни о чем не думать. Когда человек о чем-то думает, если завтра на работу все, то ночью плохо спит, еще что-то. Когда ты ни о чем не думаешь, то оно само по себе как-то происходит в выходные». Настроить зал Сергею удалось с первых нот. Яркий выход в оригинальном стиле, мощный звук, профессиональная команда музыкантов, определенный уровень марка, который Сергей Пенкин держит всю эстрадную жизнь. Его путь в творчестве – истина чудеса на виражах. Участь в Академии Гнесиных, куда он поступил всем страстям на зло, талант юноши оценили не сразу. Он подрабатывал дворником, чтобы заработать на еду и костюмы. Дальше – больше. Звездный час Сергея настал, и дорога к музыке подарила новые повороты. Он выступал в лучших залах мира, работал с Питером Габриэлом, пел с Сарой Брайтман и другими мировыми знаменитостями. В нем чувствуется высшая советская школа эстрады, когда артист должен обладать вкусом культуры исполнения. Мы очень ждали этот концерт, давно хотели попасть к Сергею Пенкину. Мы вообще в восторге, нам очень нравится. Мы с удовольствием сидим, смотрим, наблюдаем, подпеваем. Очень здорово все. Впечатление просто замечательное, все прекрасно. Потрясающий артист с великолепной харизмой, с мощным голосом в четыре октавы. Это просто замечательно, прекрасно. Я очень рада, что я здесь. Очень теплый, очень душевный, очень любящий зрителя, ценящий зрителя и вообще несущий свет и позитив, и добро людям. К сожалению, в России Сергею Пенкину пока не присвоили звание, но будем надеяться, пока. Ведь народную любовь этот артист явно и давно заслужил. Я хочу пожелать зрителям оптимизма, здоровья, мирного неба, чтобы, наверное, больше было позитивных людей и меньше было подлых людей, чтобы мы не расчаровывались в людях.